Ну, данный ролик, он посвящается моей стае, то есть моим подписчикам. Всё, что происходит по зомбо-ящику, нужно критически осмыслять. А не так, что вам зачитали, что сгорела подлодка, всё значит сгорела подлодка, давайте Кремль быстрее обвинять, что сгорела подлодка. Потому что то, что я говорю в своих стримах, в своих роликах, это уникальный контент. Как только если государство по-настоящему начало меня преследовать за мои мысли и взгляды, у меня было бы 2 миллиона 111 тысяч. Только если бы государственные органы меня по-настоящему преследовали. Ну, во-первых, в Украине тоже куча цеховых постановок проходит, в том числе связанные с освещением вот этой донбасской, так называемой, войны, связанные с Майданом. Куча-куча всего цех там, по проделке цеха, они Украины в первую очередь тоже касаются. И именно цех, в конечном счёте, рожок ненависти, вражду между русскими и украинцами. Ну, собственно, а все долбятся между Кремлём и Киевом. Ну, здесь третья сторона очень злую роль сыграла в этом конфликте. И главное, для чего участвовать России в подобных вещах... Да нету никакой глобальной России или Украины. Это одно пространство русскоязычное, которое нужно было разделить между собой. И вбить клин между украинцами и русскими нужно было обязательно при этом. В будущем они могут ещё так 10 воингов уронить и опять путинский режим в этом обвинить. Несмотря на мою вот такую одиозность, я не получил за годы своей деятельности ни одной административки за организацию 26 пробежек. Меня и задерживали бывало там на 40 минут после пробежек. Это отдельно можно рассказывать. Были и другие случаи, когда на пикетах полиция вставала на нашу сторону, когда мы конфликтовали с администрацией. И вот я на себе ощутил, что никакая это не кровавая гэбня, понимаете? Никакой это не кровавый путинский режим. Но давайте теперь посмотрим реальную статистику по 282-м, по экстремистским статьям. Как вот, какой сейчас прессинг в России и что это такое? Вот я в центре Сова нашёл данные за 17-й год. Вот по данным департаментов в 2017 году, по вот этим экстремистским статьям, было осуждено 786 человек. То есть больше, чем годом ранее, 662 человека. 658 из них осуждены по статьям, карающим разного рода публичные высказывания. 282, 280, 205, 354. 96 человек, у меня, я не знаю, в доме больше живёт, чем во всей России было осуждено за пропаганду терроризма. Количество осужденных по иным пропагандистским статьям меньше. 8 человек были осуждены по 280-й, призыва к сепаратизму. 3 человека в 2016 году. Это вот представьте, призывы к сепаратизму, это вот всего 8 человек осужденных. 354-й, реабилитация нацизма, 8 человек и 5 человек в 2016 году. Уничтожное количество людей. Истерия по поводу преследований за лайки и репосты. Это всё важное смещение акцентов, понимаете? Всё, у нас есть юриспруденция, и наверняка были бы всегда оправдательные приговора. Люди, если реально они осуждены, это глупость, а не карательная путинская фашистская система. Субтитры создавал DimaTorzok И надеюсь, когда-нибудь у нас будет страна Вильгельмов, А не будет страна Иванов. Я на это надеюсь.